Бордюры и медальоны выполнены в технике подколки для того, чтобы придать рисунку живость, аутентичность и рукотворность. Владимир, это же ужасно дорого облицовывать мозаикой сичис такой вот огромный фасад. Маэстро решил оформить эту круглую площадь в виде такого коллажа ковров. Эти ковры были выполнены из мраморной мозаики. Привет, друзья! Мы сегодня с вами в Мадриде. И именно отсюда мы начинаем наше большое путешествие по Пиренейскому полуострову, где мы с вами познакомимся с объектами, в реализации которых использовался материал фабрики Сичис. Сичис итальянская фабрика, основанная в 1987 году, Лео Плакуци. Он предприниматель и визионер, который решил возродить искусство мозаики, традиционного материала для Равены, и привнести его в интерьеры. Вот мы с вами и познакомимся, каким образом этот материал можно применять в реальных интерьерах. Конечно, я много раз рассказывал о этом материале, о новинках на выставках на Черсае, на Миланском салоне, ну и, конечно, в большом репортаже из шоурума компании. Но за счет яркости материала, его выразительности, иногда бывает сложно представить, как его применить. Так что усаживайтесь поудобнее. Сегодня в этом видео будет масса ярких, замечательных примеров, которые вдохновят вас на создание ваших собственных новых проектов. Первый объект, который мы посетим в испанской столице, называется гостиница Унику. И она расположена в одном из самых аристократичных районов Мадрида. Это Саламанка. Здесь находятся самые люксовые бутики всех самых известных марок. Здесь находятся самые роскошные отели. Здесь сосредоточены таки буквально все самые топовые рестораны, включая обладателей мишленовских звезд. Ну, собственно говоря, и в гостинице Унику тоже такое есть. Гостиница Унику, как следует из названия, абсолютно уникальна в своем роде и тоже представляет образец роскоши. Ну и, конечно, Сичис здесь добавляет этой роскоши особой изысканности. В отделке общественных интерьеров отеля используются две коллекции из мрамора. Это Сичистоун и Козмати. Сичистоун – это коллекция, которая была вдохновлена техникой Опус Сектили. Это более поздняя техника изготовления мозаики, которая была распространена в Римской империи начала нашей эры. До этого использовалась техника Опус Тесилатом. Это когда маленькие чипы выкладывались в какой-то очень замысловатый рисунок. Так вот, техника Опус Сектили, она представляет из себя более сложные, но при этом довольно выразительные геометричные рисунки. И такими полами украшены очень многие базилики по всей Италии. Ну а самыми яркими художниками, использующими эту технику, является, безусловно, семья Козмати. У Сичис есть одноименная коллекция, и она также здесь использована. Козмати – это семь художников, которые активно работали в XII-XIV веках и создали огромное количество удивительных шедевров, прежде всего в напольном исполнении, но также и в отделке кафедр и стен различных храмов и базилик, прежде всего в Риме, но и не только. В основе их стилистики, впоследствии получившей название Космотеско, лежат два базовых дизайна – это гильёши и кинконцы. Гильёши – это довольно выразительный бордюр с переходящими друг к другу кругами, а кинконцы – это такой узнаваемый декор, который состоит из пяти переплетённых между собой с помощью бордюров кругов. Ну и здесь мы тоже такие наблюдаем. Мы видим эти бордюры, которые, во-первых, опоясывают все помещения общественных зон. Это и библиотека, и лаунж, и бар. И также мы видим, что этот бордюр соединяет вот эти выразительные круги, которые в данном случае выполнены в довольно сдержанной цветовой гамме. Это чёрно-белая гамма с добавлением серого. Естественно, для изготовления этих паттернов используется мрамор самого высокого сорта, самого лучшего отбора. Ну и, конечно, стоит обратить внимание, что совершенно не обязательно весь интерьер выкладывать этим декором. Можно использовать в качестве фоновой плитки обычную мраморную плитку. В данном случае это размер 60 на 60 в шахматном порядке. Своего рода отсылка к эстетике привитой нам Дуарти Дрейпер. Ну и, кстати, что касается ресторана. На выставке салона Дель Мобили, который проходил в апреле этого года, сейчас представили первую коллекцию кухонь. И провели довольно интересную аналогию создания мозаики, мозаичных панно, с приготовлением изысканных блюд. Сначала вы выбираете самые лучшие продукты, которые только можно найти. Естественно, органические, натуральные продукты. Также вы поступаете и с созданием мозаичных панно. Вы берете лучший исходный материал, будь то мрамор или смальта. Далее вы последовательно соединяете эти продукты, каким-то образом обрабатываете, естественно, соблюдаете необходимые пропорции. То же самое происходит и с изготовлением мозаичных панно. Естественно, автор, художник, в одном случае шеф-повар, а в другом случае художник-мозаичист, играют фундаментальное значение в том, что вы получите. И мне кажется, Рамон Фрейс и шеф-повар одноименного ресторана, который расположен в этом отеле, очень здорово уловил эту параллель. Возможно, именно поэтому дизайн Кузмати находится на логотипе этого заведения. Следующая точка в нашем путешествии сейчас городок Аляма-де-Арагон. Но если с Арагоном все понятно, это королевство, которое в средние века во многом определяло политику Испании и влияло на европейскую политику, то с Алямой все немножко интереснее. Аляма или Аль-Хама – это производная от Аль-Хамам, то есть от арабского названия бань. И это не случайно, потому что здесь, в этом месте находятся термальные источники, которые, кстати говоря, были известны задолго до мусульманского нашествия на Иберийский полуостров. Ими пользовались еще римляне. Но, видимо, мавры как-то пользовались ими более активно. И, конечно, это место не могли обойти стороной, когда в начале-середине XIX века среди буржуазии стало очень модно ездить на воды. И именно тогда, в 1863 году, здесь открылся лечебный термальный курорт. Естественно, он был построен в стилистике популярной в то время, так называемая «прекрасная эпоха» или «белепог», если хотите. Популярность курорта росла, и, конечно, он расширялся. Помимо первоначального здания гостиницы и казино, здесь также появился еще один гостиничный комплекс, который с первоначальным соединяется таким виадуком. Помимо гостиничных корпусов, здесь абсолютно волшебный парк, занимающий несколько гектаров, и также целое термальное озеро, температура к которым круглый год 28 градусов. Но вообще здесь несколько десятков различных минеральных источников с различным составом воды и с различной температурой воды. И для того, чтобы как-то упорядочить использование минеральных вод, в основном корпусе был создан СПА. Ну и, конечно, к началу 2000-х, спустя 150 лет с момента открытия этого отеля, потребовалась реконструкция, в которой и принял участие Сичис. Для новой облицовки была выбрана мраморная мозаика из коллекции «The One Marble Mosaic Directory». То есть это директория или библиотека классических дизайнов мраморной мозаики. Мраморная мозаика использовалась еще в тех стародавних древних римских банях. Ну и, конечно, здесь она тоже как нельзя кстати. Что касается цветовой гаммы, то были выбраны классические оттенки мрамора. То есть это бежевый и ореховый травертин, небольшие вкрапления из неромаркина, а также из росаверона. Ну то есть такие классические мраморные оттенки. И они выложены и в виде мозаики, и в виде миксов, и также в виде декоративных элементов, которые представляют из себя, естественно, дизайны, навеянные римской эпохой. Это различные бордюры, а также медальоны. Причем, опять же, с сюжетами, присущими той самой древней эпохе. Бордюры и медальоны выполнены в технике подколки, для того, чтобы придать рисунку живость, аутентичность и рукотворность. Ну и также стоит обратить внимание, что эти декоративные элементы выполнены из мозаики с чипом 1 на 1 сантиметр. А также в отделке используется мозаика 1,5 на 1,5 и 2,5 на 2,5. Они все очень здорово с собой сочетаются, и абсолютно необязательно, чтобы все швы прямо идеально совпадали. Естественно, на этот аутентичный вид также прекрасно работает специальная античная обработка каждого из чипов мозаики. После нарезки они помещаются в специальный барабан, для того, чтобы получить вот этот сглаженный античный край. Ну и еще один момент, на который нужно обратить внимание, это как мраморная мозаика старится. Это очень благородный материал, поэтому спустя даже более 10 лет с момента реконструкции он выглядит абсолютно прекрасно. И вот эти потеки, которые созданы потоками минеральной воды, выглядят абсолютно естественно. И это очень важное свойство этого материала. Поэтому, когда меня спрашивают, нужно ли мраморную мозаику чем-то покрывать, нужно ли ее защищать, я рекомендую не делать этого. Тогда вы получите благородно стареющий интерьер, и это будет абсолютно аристократично. Ну а для того, чтобы убедиться в этом самостоятельно и не принимать мои слова на веру, я рекомендую как-нибудь сюда отправиться и окунуться в эту прекрасную эпоху. По дороге на север Испании посетим еще один довольно примечательный объект. Это торгово-развлекательный центр, который называется Эль-Бульвар. Находится он в городе Витория, который на басском языке называется Гастейс. Чем же примечательен этот объект? Во-первых, здесь применен материал СИЧИС, с которого, собственно говоря, все и началось в 1987 году. Это мурана смальта, то есть муранская смальта, которая появилась первой в коллекции СИЧИС. Лео Плакуц очень долго искал и, наконец, нашел технолога из Венеции, который помог ему организовать производство и производить этот замечательный материал. Второй момент, который обращает на себя внимание, это использование этой мозаики на фасаде. И здесь есть определенная логика. Во-первых, мозаика не выцветает. Во-вторых, она не боится влажности, это очевидно. И она не боится перепадов температуры, что, в общем, в этой области абсолютно не редкость, потому что здесь бывают и морозы, и здесь бывает также и довольно жарко, и солнечно. Ну и третий момент заключается в том, что здесь использован индивидуальный дизайн, индивидуальный микс, а точнее даже такая комбинация градиентов, которые в итоге составляют очень выразительный орнамент на барабане вот этого центральной доминанты этого торгового комплекса. Помимо этого, мы видим сюжет, это силуэты каких-то людей, которые вычерчены контрастным цветом мозаики. Также стоит обратить внимание еще на один нюанс, который важен в контексте того, что город Витория был признан зеленой столицей Европы в 2012 году, а также получил зеленую премию от Организации Объединенных Наций. Этот материал, мозаика СИЧИС, еще исключительно экологичен. Во-первых, стекло перерабатывается. Во-вторых, при производстве мозаики СИЧИС не используются искусственные красители, а только натуральные. Ну и, конечно, третье, мозаика очень долговечна, соответственно, за ней не нужен какой-то особенный уход, ее всегда можно помыть, если вдруг она запылится. При качественной укладке мозаики не требуется ремонт. Ну и, конечно, только этот материал обладает уникальным искрящимся блеском. Жаль, конечно, что они все испортили этим ужасным, абсолютно бесполезным баннером. Ну и, конечно, кто-то из вас может возразить, Владимир, это же ужасно дорого облицовывать мозаикой СИЧИС такой вот огромный фасад. Естественно, это не будет стоить и не стоило 3 копейки. С другой стороны, если посчитать эксплуатационные расходы, которые будет нести этот объект недвижимости в течение всего срока использования, если предпочтет другой материал, то цена вполне оправдана. А если они используют какой-то синтетический материал, то здесь, конечно, урон природе, последующий урон природе при замене и утилизации этого синтетического материала будет значительно выше, чем со стеклянной мозаикой, с мозаикой из венецианской смальты от компании СИЧИС. Итак, друзья, мы в Бильбао, в чудесном городе, в стране Баска, буквально-таки в парке современной архитектуры под открытым небом. Здесь есть какое-то невообразимое количество шедевров современной архитектуры от самых топовых архитекторов. Это прежде всего Фрэнк Герри, это Норман Фостер, это Арата Исадзаки, Сантьяго Калатрава и много других. И здесь также отметился не совсем архитектор, а больше дизайнер, но довольно известный, не сказать самый известный, это Филипп Старк. Он участвовал в реконструкции здания, которое находится за моей спиной. Это бывший склад виноторговой компании, который сейчас превращен в культурный центр. Здесь много различных институций, здесь проводятся выставки, здесь какие-то мероприятия проводятся, здесь также есть чем себя развлечь и на ежедневной основе. Наверху находится бассейн, есть бары, рестораны, магазинчики. В общем, место действительно примечательное. Ну и, конечно, Филипп Старк занимался не только реконструкцией этого здания, созданием интерьеров, он также занимался и дизайном прилегающей территории. И вот здесь вот как раз и поучаствовала компания Сичис. Майстр решил оформить эту круглую площадь в виде такого коллажа ковров. Эти ковры были выполнены из мраморной мозаики. Это полностью индивидуальный заказ, такого в ассортименте компании не было и нет, но это показывает ее возможности. В центре композиции находится фонтан, ну а вокруг мы видим предметы в несколько укрупненном виде из портфолио великого дизайнера. Здесь и лампы, и зеркала, то есть все то, что он когда-либо создавал для компаний, занимающихся предметами интерьера. И эти предметы интерьера очень выгодно подчеркивают с паттернами этих ковров, которые разработал Филипп Старк. Они немножко друг на друга наезжают, они имеют разную форму, и одна из дорожек ведет прямо внутрь этого культурного центра. Ну и учитывая, что этот проект был реализован уже достаточно давно, должен сказать, что мраморная мозаика на улице, опять же в довольно капризных климатических условиях Бильбао, проявила себя очень неплохо. Возможно, если ее немножко почистить, то будет вообще как новенькая. А сейчас мы в прекрасной Лакарунии. Это в Галисе, это на северо-западе Испании. Очень живописный, очень выразительный регион. И сам город очень интересный, потому что он находится практически на полуострове. И здесь недавно открылся не менее прекрасный отель под стать этому городу. Он называется Double 3 by Hilton. Это верхняя марка гостиничной империи Hilton. О том-то, что это недавний проект, говорит, во-первых, архитектура. Очень интересная, современная, очень необычная отделка здания. Это сочетание черного гранита и металла. И об этом же говорят и интерьеры. Потому что именно в 2020-2021 году была очень популярна различная полировка. И здесь этой полировки, полированного палисандра очень много. Ну и, конечно, латунь. Ну и также о том, что этот проект довольно современный, говорит нам то, что здесь использовался материал витрит от компании Сейчас. Витрит появился всего за пару лет до того, как начали работать над проектом этого отеля. И сюда его заложили. Ну и, конечно, здесь он применен прежде всего на таком художественном панно, которое украшает стойку ресепшн. И здесь проявляются все качества этого материала. Во-первых, это материал светопрозрачный. И он дает очень равномерную подсветку. И, конечно, эта подсветка буквально-таки обнажает все нюансы рисунка. Что касается рисунка, то здесь он имитирует мрамор. Но нужно заметить, что Сейчас никогда не копирует натуральный мрамор, а он интерпретирует. То есть это какая-то фантазийная порода, которая увиделась художником Сейчас именно таким образом. На выразительность этой текстуры также работают различные обработки. В данном случае здесь применяется также амальгама зеркальная. Поэтому жилы имеют очень интересный объем. Что касается эстетики самого панно, то оно соответствует в целом дизайну отеля. Это такие аллюзии на тему ар-деко, которые, опять же, были очень популярны в 2020-2021 году, когда создавался этот отель. Ну и, конечно, стоит отметить также, что Сейчас буквально-таки славится своей художественной работой с мозаикой. То есть укладкой различных панно, дизайнов, картин, при изготовлении которых используется техника подколки. И здесь тоже такие есть. Это медальоны, которые обозначают общественные туалеты. Соответственно, женский глазик для женской уборной и мужской глаз для мужской уборной. Ну и отдельно есть еще такой же медальон для санузла маломобильных групп населения. Мозаичное обрамление также имеет зеркало, но мой взгляд здесь больше всего привлекает раздвижная дверь в эту самую зону уборных, потому что там применены разные техники. Там и подколка, художественная мозаика в сочетании с тем же самым витритом. И здесь мы видим то, что у витрита могут быть абсолютно разные текстуры. То есть если на стойке ресепшн это мрамор, то здесь текстура более деликатная, более интеллигентная. И также используется серебряное напыление. То есть это такое видоизмененное зеркало, которое используется в качестве линз для очков. Ну и, кстати, с этими очками у Сейчас большая история, потому что существует целая коллекция авторских панок, которые так и называются Shades. А Shades это, собственно, солнцезащитные очки. Вообще отель очень нарядный. Это относится не только к общественным зонам, но также и к номерам. И я вам очень рекомендую посетить, во-первых, Лакаруни, во-вторых, остановиться в этом отеле и вдохновиться как с точки зрения истории этого прекрасного города, так и с точки зрения дизайна интерьеров. Ну и, конечно, удивительной продукции сейчас. Друзья, перенесемся с севера Испании на юг Португалии, в провинцию Алгаруэ. И здесь, в знаменитом курортном городке Албуфейры находится гостиничный комплекс Pinecliffs. Это пятизвездочный комплекс, и пятизвездочный комплекс, естественно, должен иметь спа. А хороший пятизвездочный комплекс, естественно, отделан мозаикой Сичис. И здесь все абсолютно чудесно, потому что используется классическая муранская смальта в исполнении этой замечательной компании. Для того, чтобы ее производить, а я напомню, что Сичис является единственным производителем мозаики, находящимся в Европе, в свое время хозяин компании нашел мастера в Венеции, который ему разработал рецептуру. И с тех пор мозаика производится в городке Равена. Но сначала немножко про спа. Через удивительно магический коридор вы попадаете в термальный оазис. Кстати, в коридоре панно выполнено также из мозаики Сичис. Это индивидуальный микс, он был специально разработан для этого проекта. Там используется несколько оттенков голубого и синего, а также и редисцентная мозаика с металлической фольгой. Точно такой же микс использован для отделки бассейна. И вода благодаря этому цветовому сочетанию приобретает удивительно лазурный оттенок. Кстати, внутри бассейна установлены гидромассажные шезлонги. Они также отделаны, естественно, мозаикой Сичис. И здесь нужно обратить внимание на одну техническую деталь. Дело в том, что чип у мозаики Сичис очень маленький и очень тонкий. И это позволяет делать очень плавные переходы с одной плоскости на другую. То есть скругления не имеют такого типичного орибрения. И шов на этих скруглениях остается практически одним и тем же. То есть он не расширяется, что происходит, например, в мозаике очень толстого размера, либо в мозаике большего чипа. В общем, идеальный материал, когда вам нужно сделать какие-то гнутые поверхности или перейти таким плавным образом с одной плоскости на другую. Ну и, конечно, уголки тоже получаются довольно аккуратными. И скругления бортов бассейна здесь также выполнены по той же самой технологии. Нужно сказать, что, в принципе, подборка материалов очень хорошая. Мозаика прекрасно сочетается с белым мрамором, с серыми прожилками. Это местный сорт, он называется пельди тигра, то есть это шкура тигра. И на полу используется бежевый оттенок, также местного португальского мрамора. В зоне отдыха оборудованы декоративные ниши. Они также отделаны этим же самым миксом мозаики сичис и тоже очень здорово сочетаются с уже более теплыми оттенками дерева, которые используются в отделке этого пространства. Естественно, мозаика используется и в душевых, где расположены так называемые души впечатлений, и также в раздевалках. Там, кстати, применен более теплый микс с оттенками бежевого и коричневого, и также с вкраплениями мозаики с золотой фольгой. В общем, действительно очень интересный проект, который может подарить вам по-настоящему умиротворение. Собственно, Serenity Spa так и переводится. Spa умиротворение. Ну, я также надеюсь, что вы получили удовольствие от нашего турне вместе с Сичис по различным проектам, находящимся на Пиренейском полуострове в Испании и в Португалии. Материалы Сичис многообразны. Их можно применять в различных зонах. Это и спа, и ванные комнаты, это и полы в каких-то парадных пространствах или даже в замечательных ресторанах. Это термальные лечебницы. Ну и, конечно, различные зоны применения аутдор, то есть на улице. Можно отделывать фасады, можно создавать какой-то ландшафтный дизайн. Сичис предлагает огромное количество возможностей, как с точки зрения материалов. Это и смальта, и стекло, и уникальный витрит. Ну и, конечно, различные виды и отделки натурального камня. Если хотите узнать поподробнее о коллекциях отделочных материалов Сичис, у меня есть отдельный фильм, который я рекомендую посмотреть. Ну и вообще рекомендую обратить внимание на всю вселенную Сичис, потому что сейчас это не только отделочный материал, не только мозаика. Это также и полномасштабная, всеобъемлющая, мебельная, интерьерная коллекция, которая включает в себя также светильники, обои, ковры, ковровые покрытия. Ну, в общем, все, что необходимо для создания действительно прекрасного, гармоничного, ну и, самое главное, роскошного интерьера. Ну и еще один анонс. В этом году на выставке Черсая Сичис представили полноценную коллекцию сантехники для ванной комнаты. Об этом будет отдельный репортаж, поэтому не пропустите. А для этого подпишитесь на канал. Если вам понравилось это видео, то напишите что-нибудь приятное в комментариях, ну и, конечно, поделитесь им с друзьями. Пусть они также узнают о замечательных возможностях мира Сичис. Спасибо, пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!